На самом деле, кроме музыки, сегодня главным украшением этого концерта стали вы. И надо сказать, что ваше воплощение этого образа, оно, наверное, скажем так, никого не оставило равнодушным. Скажите, пожалуйста, вот прямо сейчас, вот вы сейчас закончим в музыкальном училище Миша Полина у педагога Натальи Маратовны в Сухотеле, я их уже не вижу, но она была здесь, она видела все. Скажите, вы сейчас учитесь в Московской государственной консерватории Великобритании Чертовского, вы будущая оперная певица. Какой образ оперной классики вам сейчас близок наиболее всего? Какой образ такой близок? В этой образце я очень хочу сказать, Татьяну Ларину. Мой образ Евгений Медев. Это вообще моя душа, мое все. Отлично. У нас есть репертуальная опера, единственное, мы ее ставим в концертном исполнении иногда. Но, тем не менее, я думаю, у нас есть все шансы увидеть еще о вас здесь. Я буду очень благодарна и с радостью буду приезжать. Спасибо за ваше сегодняшнее выступление, мы вас очень благодарим, это было действительно очень здорово. Спасибо большое. Ольга, можно сейчас я вам задам вопрос? Музыка современников. Еще раз представлю, Ольга Русанова, музыкальный обозреватель Радио России, музыковер, журналист, член Союза журналистов «Поскоп». Музыка современников. Стоит ли все-таки играть ее прямо сейчас, или может быть ее отсюда отложить, чтобы она набрала свою крепкость, свою силу? Мы увидели все-таки дар предвидения у композиторов, и потом начали все-таки это слушать. Или прямо сейчас надо все-таки это все слушать? Ну, вопрос, мне кажется, риторический, вы специально позадали, чтобы, конечно, сказать, ну, конечно, сейчас, и именно как раз Ольга, вот эти все ваши глаза, ваших людей, их интерес, я уже не первый раз на этом фестивале, я, конечно, повышена, какой огромный интерес к новой музыке здесь вообще проявляют ваши люди. И, конечно, мне кажется, это тонкость составления репертуара, потому что все-таки вы не берете один сплошной вангард, так как вот спасибо Дмитрию, что он, мне кажется, так ловко и тонко составляет эту афишу, потому что все-таки эта музыка, вот она такая, знаете, все-таки мейнстримовская современная, она все же ближе к тональне в целом. Вот в прошлый раз я была на совершенно замечательном концерте, посвященном Сати, Сати Вижн, вам, да, Дмитрий, насыскалась? Да, Сати Ведение. Сати Ведение, ну, это просто замечательно была музыка, и где-то вот Дмитрий откапывает такие изюминки, я помню, по-моему, это была музыка Анны Друбич, Дмитрий Лоренов играл, но это просто потрясающе, причем эта тональная музыка, ну, как бы совсем классическая, при этом ни на кого не похожая. Как? Как это вообще сегодня невозможно? Кажется, уже все написано, все переписано, а если что-то свежее, мелодичное, понимаете, что-то, это от бафа, это музыка, что-то, на что-то похожа. Поэтому, мне кажется, вот поиск вот этих изюминок, это такая сильная сторона вашего музыкального проводителя, главного дирижера, и мне кажется, этот фестиваль один из самых достойных в России, но вообще хочу сказать, что современная музыка, конечно, увлечены многие, многие фестивали, и, например, ваш подорог, Юрий Башмет, занимается очень много современной музыкой, и я все время бываю на его фестивалях, как в Москве, и в Сочи, и в Челябинске, и в Ярославле, и там всегда звучит новая музыка, как Александра Чельковского, как Кузьмы Бодрова, Валерия Боронова, мне просто привыкли, что ни одного фестиваля без мировой премьеры, кого-то из них, и кого-нибудь еще, просто не бывает. И много национальной музыки. Вот сегодня очень приятно, что прозвучал Шухигди, это известный очень композитор, вот эти вот даджикские мелодии, но это, в принципе, все равно русский восток, но все равно русский восток, все равно вспоминаем Шахерезаду, и вообще все, что наши классики нам оставили. И я много езжу по стране, по республикам, и вот только что была потрясающая совершенно премьера башкирская опера, национальная опера, ну, казалось бы, да, когда говорят национальный опера, потому что, боже мой, сейчас будет какая-нибудь сухотище, но это был просто настоящий шик-спир в основе пьесы Мустайка Рима, их великого писателя, опера Низаминдинова, называется «Умная ночь», и это, ну, это потрясающая история, такая драматичная, скажем, очень-очень интересная. Поэтому, мне кажется, сейчас современную музыку прям расправила крылья, и в Татарстане, кстати, очень много розетты Ахияровой, скарминцы, балеты, оперы, и это имеет опыт очень большой, и в самом шаре у зрителях, что очень важно. Спасибо. Мне бы казалось, что исполняемая музыка, особенно сегодня, она довольно образна, наверное, театральной, кинематографичной какой-то части. Это, опять же, это вот современные тенденции, современной музыки, или это все-таки вот способность выбрать Дмитрия Владимировича именно вот в этом ключе, на весь мой музыкальный материал, или все-таки это вот современная тенденция развития музыкального искусства, театральности и кинематографичных свойств рамок? Кинематографичность. Ну, вы знаете, это, мне кажется, очень спасительная такая вещь, потому что все-таки какая-то визуализация, программность, визуализация даже мысленная, мне кажется, это очень важно даже для литературы. Что мы начинаем читать даже в детстве? Конечно, то, что визуально нужно вообразить, представить. И потом, да, вот, я не знаю, вот Крафт-Натекристо вы читаете, это же тоже вообще кинематографичная литература, мне кажется. Это очень важно, вот такие образные вещи в музыке, потому что совсем абстрактная музыка, ну, честная, Дмитрий, кстати, все-таки, да, очень узкого круга, таких совсем-совсем любителей. Все-таки, ну, людям это нужно, вот, какая-то программность, что-то вообразить, что-то представить. Иначе, как говорил мой папа, он только пересчитывал, вот, сидит в большом зале консерватории, куда его мама водила насильно, он пересчитывал ноги струнников, там, духовиков, вот, и смотрел на портреты, которые там висят. Ну, скучно, скучно. Я совершенно хотел сказать, да, действительно, что должно честное число визать. Да. Неприеменно. Ну, как-то так. Спасибо. Максим, скажите, пожалуйста, вот, глядя, опять же, на нашу афишу, вы увидите о том, что у нас в этом фестивале исполняется концерт для тубосоркестра, концерт для паяносоркестра, концерт для дуры и джазового контрабаса, концерт для альта. Ну, в какой-то части понятно, что концерт для паяна и концерт для думры, это все равно оригинальная музыка, которая сочинялась, ну, в 20 веке, сочиняется современными композиторами. Все-таки альт инструмент постарше, и тем не менее, скажем так, что вы являетесь исполнителем внушительного количества премьер для вашего инструмента. и не только исполнителем, но и инициатором многих сочинений, которые возьмите. Скажите, пожалуйста, как происходит это общение с композиторами? Я так понимаю, что вы являетесь еще и музыкальным, или, как сказать, исполнительским редактором, потому что не каждый же композитор является артистом, и все знает о вашем инструменте. Как происходит этот контакт, и как все-таки рождается это сочинение? Так, вопрос. Тут на самом деле, когда вы нас задавали прямо на пару часиков, давайте сейчас, что я с чего-нибудь начнем, потому что я последний запомнил, у меня после ковида ничего не помню, я бы последний запомнил, сейчас отвечу. Если говорить, например, о концерт Шехиди, то если вы ему сами спросите, он скажет, что я 200 с ним когда сделал концерт, потому что там я очень много поведен. Правда. Я, конечно, оборзировался некоторых пор. Когда я начинал это делать, я, конечно, ничего не меняю. То есть композиторы как-то, они очень не любят, когда ты что-то меняешь. То же самое говорит Гоша Перецис, который в своей музыке, который звучал, он для меня написал, ну, прям очень непроличное количество музыки, прям сильно непроличное. 24 каприса для этасола, 4 санаты больших, с Полиной Вестицкой, все это сыграет. С органом музыка, с оркестром музыка, сольные вещи, в том, дуэтность, с косметиками, что очень много. Я всегда что-то меняю. Он все время говорит, ну, а он просто очень интеллигентный, я всегда пользуюсь вот этой интеллигентностью, композиторской. Чем он интеллигентнее, значит, можно все-таки больше поменять. Карманов не дает еще менять. Но я все равно меняю, конечно, просто я не забываю его когда записи, потому что он лишает мне записывать. Сразу человеку здесь такого нету, поэтому я ему просто потом записываю, уже потом готовлю. Вот, да. По поводу... Да, это к тому, что, конечно, это творчество совместное. По поводу вообще, в принципе, современного. Мне очень понравилось, что-то сейчас я в голове с... комментарий созрел по поводу этого узкого круга. Любители я в авангарда. Жалко, сейчас перестали сечь людей. Мне кажется, что, в принципе, всех их собрать тысячи, в принципе, это закончится история. Потому что вот этот узкий круг, я бы его кругом не назвал, или только если они по одному кругу ходят друг за другом, и вот бормочут что-то. Это ужасно. По поводу... вообще того, что сейчас много пошло, пошло современная музыка, исполнит, для меня, как человек, который вот прям очень давно пропихнет, пропихнет. Это не так. Особенно с филармонами тоже очень сложно. объяснить филармонию некоторым, что надо было сыграть в Абшахи-дзин, а им кудайрахвальтер счетов, и все, и вивальтер, и они это продадут, а все остальное, а их надо будет как продать. Вот этот вопрос, он очень долго, прямо... ну, я в нем сильно много раз говорил об этом. А сейчас я могу, наверное, ответственно сказать такую вещь. У меня когда-то была статья, я в Батвии дал интервью, после которого меня так возгненавило огромное количество людей, я им сказал, что настоящая музыка в больших количествах рождается только в империях. И в принципе, если посмотреть на всех композиторов, которые прямо такие глыбы и много, это всегда как какая-то империя, они жили. И то, что сейчас происходит, говорит о том, что у нас становится лучше жизнь, потому что современную музыку вытаскивают, значит, на это стали обращать внимание. Я за то, что она актуальная, она современная, это сейчас мы дышим вместе с этими людьми, и говорить, что вот они сейчас написали, а потом это сыграет, а потом тот, кто сыграет, он будет о чем-то. Он не знает, о чем они сейчас думали. Вот я только что перед тем, когда сюда прийти, старинам говорил. Я ему позвонил, он сейчас в Дубай, и послужил, он смотрел трансляцию. Ну, сейчас, там все приветы большие, все вам большое спасибо. Большое спасибо Дмитрию, что вообще, это же не первый раз, когда шхиди звучит воронский. Вот. Для него, живущего сейчас, он говорит, это для меня, ну, человек в возрасте, он, болеет. Он говорит, для меня это продолжение жизни. А, кстати, вот он написал, и ему говорят, ну, может, лет через сто сыграть. Ну, так нельзя, мы сейчас живем, нам сейчас, нам это самим нужно. Я же, я, я благодаря этой музыке, я чувствую себя музыкантами, чувствую себя человеком. И это не значит, что когда я играю, сейчас такое вещь, я этого не чувствую. да, но, когда я играю, я как бы вынужден представлять себе его жизнь, и, я все-таки застал в какие-то времена, там, да, ты погружаешься в это, и ты уже как актер, тебе дают определенную безоценность, тебя наряжают в определенный костюм, там, парень какой, ты тебе говорят, так, ты погружаешься вот в это вот, в это состояние, ты находишься, и ты начинаешь играть то, что не твое. Можно играть от того же самого Баха и Влади, думая о том, что они, вот наши пацаны, там, ходят, там, в коротких каких-то, там, штуках, курят, треносекреты, но, это, от этого они, они не выигрывают ничего. Они все равно, Баха, я думаю, что лучше Баха, Баха никто не играл. Ну, а как? И какими бы сейчас не были китайцы, крутыми музыкантами, все равно, Лис Ли Шопен играл, Лис Ли Шопен лучше себя. Это как сейчас многие музыканты, современные, особенно те, которые профессора, они очень любят поговорить о том, что, нет, Рахмати, плохо, Рахмати, это не Рахмати, ну, 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 что же, ну, это великолепный музыкантищик, и композитор, ну, он-то знал, как раз им стоит послушать, как он играл, чтобы понять, что он имел этого, они на него не могли сажать. Ну, а что там, вначале, с помощью. Я бы, так, Максим, скажите, пожалуйста, вы упомянули Китая, скажите, о Китае, и Иберии? Становится, да. Я, я, я приложил к этому руку, я в 98-м году вместе с Амичом, Глебом Ганцовым, с Крепачевым, очень хорошим. Он поехал в Китай концертмейсером оркестра, Шинчжинского, я поехал концертмейсером альтуры группы, с нами еще поехал в Велучий Местер в Новосибирске, тоже, мы все московские, концернаторские были. И мы поехали помогать в Китайской Народной Республике непосредственно в одном городе поднимать оркестр. И у нас это так здорово получилось, что мы там теперь не работаем, а оркестр там третий во всем Китае. И просто я видел, как это происходит, и как происходит становление культуры из вот прям вот совсем прям кошмара. То есть сейчас в уровне просто уже страшно даже подумать о том, как мы от них отстали. И они, конечно, империи. И у них, кстати, между прочим, уже очень хорошие композиторы есть. Хотя я видел то время, когда там были отвратительные композиторы. А сейчас там прям есть мастера. У нас композиторов в современных больше. И мы пересернили. Да, ну давайте тогда патриотично так и думайте. У нас больше композиторов в 19 веке, это я так называю, в 20 веке. А в 21 веке скорее всего нет. Потому что там столько денег было. вы даже не представляете. А это очень как-то помогает композиторам. Есть же известная шутка, что в Китае 100 миллионов пианистов. Это не шутка, Еще только что 50 было. Нет, 40 миллионов было, я вам скажу. В 2000-м году было 40, а сейчас прям сильно больше. Ну не совсем, мы их сейчас немножко 50 миллионов. 50 миллионов я не знаю. Поддержка. И это не шутка. Уже не все шутка. знающие люди. Спасибо. Дмитрий Владимирович, скажите, как вы чувствуете, фестиваль набрал свою силу? Конечно, выбрал, и открытие у нас было очень яркое. Сейчас и детский концерт прошел на ура совершенно. Прекрасная музыка. Очень красивый. Мистер тоже. И Евгения Петрова. И сейчас кульминация, можно сказать. Так что завтра выходной день, а послезавтра уже начинаем репетиции на закрытие фестиваля. Будет тоже очень интересно. Хочется поблагодарить Вашим лицам, весь коллектив оркестра, который проявил все-таки большую выдержку мастерства о подготовке этих программ и предстоящем закрытии. Да, это очень непростая работа, работать в фестивальном формате, когда концерты через два, через три дня нужно очень быстро готовить программу. Понятно, что мы разбирали заранее, но здесь вся музыка новая. Это не то, что если нам сейчас поставить ноты пятой сихони Чайковского или второй рахмани, мы сыграем сразу. Нам нужна полтора репетиции. А здесь совершенно новая музыка, которую иногда разбирать нужно. Для того, чтобы ее сыграть, нужно разобрать каждый такт. Потому что композиторы иногда большие выдумщики. И они придумывают такие приемы, которые «А как это играть?» «Ну давайте». «Это вот так». «А так и получается». «Ну давайте». «Попробуем, что получилось». Следующий такт. Следующий 10 тактов. И вот репетиция выходит на разбор. Много даже разобрали, уже как-то легче. Вот так что очень серьезная работа для оркестра. Оркестр, конечно, серьезно прокачивается на этой музыке. Потом мы ставим классику, и она играется просто вот настолько легко после современной этой музыки. Вот так. «Дорогие друзья, у кого есть еще вопросы, вы не видите возможности задать нашим участникам прямо сейчас? «Сегодня про все новое современное говорим. В связи с этим вопрос про современные гаджеты. Если рассматривать электронную партитулу так, планшет, который сам перелистил страницы с ногами, что это обожающее будущее, или это что-то несовместимо с академическим подъемом? Это уже настоящее. Многие музыканты играют по планшетам. Нет, дирижеры я не встречал, но многие музыканты. Хотя я не раз становился свидетелем того, как этот гаджет зависает. Ну, это обычный планшет. А у них есть? Я был причастен к созданию оркестра в Дубае, и там какой-то был страшный огромный бюджет, и я там начал придумывать, потому что давно уже была идея хорошая. и в принципе под это дело даже софт был написан, просто надо было до конца все это делать. Все планшеты связаны с дирижерской процедурой. и естественно все это автоматически перелистывается, так как было следующие следующие. Когда дирижер останавливает, если ему надо кому-то что-то сказать, он выжимает вместе процедуре тому инструмент, который он хочет сказать, и появляется отметка типа «плохо сегратор». Можно даже не разговаривать. А в самих планшетах встроенной камеры, чтобы зрители, которые подписывают концерты, чтобы они могли любого из музыкантов смотреть прямо в литой куды. Это все придумано уже и сделан софт. Просто нужно вложение. В каких-то оркестрах уже что-то подобное есть. Это уже не новое. У нас проблема мы все уходим в цифру, а забываем о том, что то, что мы делаем, как раз не должно. Но это может что-то помогать перед продавать. Искусственный интеллект уже дизайнеров заменяет. Мы же дождемся, если будет так. Люди, к сожалению, уже часто не очень пристально слушают, что там происходит. Нас потихоньку привычает к тому, что музыка это аккомпанемент нашей жизни. К сожалению. И мы слушаем музыку как бы в таком уже шуме. А прийти вот так в зал и поработать ушами, мозгами и родить собственные какие-то образы это тяжелая работа становится. общество потребители хочется полегче что-то такое прошли сделаем и все так. Ну да, но вот мы к этому идем, к сожалению. А мы более. То есть общество идет к этому. А мы как-то пытаемся сопротивляться. Нас конечно со мной все время, но мы зато нам кажется, что мы такие Дон Кихотовы. Чтобы мы сможем кому-то что-то доказать. Друзья, еще? Сколько у вас ушло времени на разговор произведения американского композитора? Я сегодня прослушала я была сказать, будем ременом, это мало слов. я сложилась впечатление, что композитор прожил со своей жизнью и ужасную жизнь. вы так пожили и разобрали его моды. Это женщина в юности пережила насилие. И здесь я могу сказать насилие в детстве она сбежала ее подобрал подвез кто-то удерживал трения тоже насилие. Потом она жила где-то под мостом питалась из мусорных баков и все это возрасте до 18-го до 18-го до 18-го с ней. Это это ламбин. И потом уже Роуз это второй его брак. Они пожелились в В 19-м году. В 19-м году. В 19-м году. В 19-м году. И вот эта эта письма о ее жизни, о ее испытаниях. Угу. Эт композитор, лауреат всевозможных премий, в том числе и публицировской, и премий Грэмми. Ему заказывали музыку и Нью-Йорк филармонии, и Балтимор, ведущие американские оркестры. Он писал музыку, в том числе и для кино. Если поискать, там пару хорроров найдется. Так что в музыке это чувствуется. Жаль. Да. Музыка, действительно, очень сложная, эффектная, но, мне кажется, она такая образная, она душа на ней скатусис. В конце, какие-то такие органные, органные то ли орган, то ли хор, какая-то неудивимая тема деревянная музыка. Все-таки здесь добро побеждает. Сама по себе пьеса для оркестра очень трудная. Невероятно трудная, но звука там, я не считал. Ну, в смысле, потратили репетиции, репетиции на эту программу. Пять, или шесть, не знаю, куда зашло. В целом. Ну, в принципе, это стандарт для оркестра. Оркестры, в принципе, еженедельно играют новые программы, а иногда и через день. Поэтому оркестр должен уметь быстро выучить и собрать любую программу. Но здесь музыка очень, очень трудная. Мы берем больше времени. Дорогие друзья, еще если вопросов нет, я хочу... Анна, хорошо. У меня вопрос тогда к аудитории. Вот, если мы тут услышали разные совершенно произведения, я их напомню, да, это Кристофер Роуз, это Светлана Нестерова была, потом Георгий Пелицис, потом был Шахидди и Антон Танонов, в конце. Вот, что наиболее вас впечатлило, что зацепило, что как-то вот заставило, не знаю, что-нибудь вообразить, подумать? Ужаснула Ужаснула Ужаснула? Ужаснула? Да, потому что действительно произведение вызывает бурю эмоций, и чувствуется боль, чувствуется зло здесь, и все в этом произведении не оставило. коронавируса? Нет, не оставило, конечно. Но было, что не ушли. А второе, да, что не ошиблись. И это просто великолепно. Я путешествую, что я прожила всю историю тот же Песна. То есть, на моих глазах я сидел старый Узбек, и и пролетали эпохи, и до нашего саду сады, сады, и домополучия. И, конечно, последний. Последний тоже очень. Здесь, можно сказать, уже как бы успокоен, радован. Такие у меня произведения. Просто вот мне очень интересно, как журналистке, и как человеку, который тоже неравнодушен к этому по всему. Тут еще. Ваше мнение. Здравствуйте. Я, наверное, одна из тех, из немногих тех, кто был на самом первом концерте, когда был создан Омский симфонический оркестр. И вот сейчас, конечно, по прошествии такого времени, я помню прекрасно, что на концерте Евгения Вравинского над концертным залом летит самолет. Ну, что такое, вернее, что за оркестр, вы все прекрасно понимаете, и дирижер Евгений Вравинский, и этот самолет, который, ну, на посадку шел. Вот можете представить, какой был концертный зал, какой сейчас. Сейчас самолетами летают. Зал великолепный. Но самое прекрасное, это, конечно, оркестр. Он действительно академический. Он настолько вырос. Я уезжала из Омска. Прекрасно помню была на первом слушании, как прислушание в Москве, в зале Чеховского, запрещенная симфония Шестаковича на слова Евгений Вравинского. Ну, конечно, тоже не забываю. Ну, Бабе Ян. Бабе Ян. Бабе Ян. Бабе Ян. Бабе Ян. Я не спорю. На сцену выходил сам Шестакович, Евгений Вравинский. Бабе Ян. И почему-то peng Then! Бабе Ян Мовченович. Меня не смотрим в Гейху, о том, что все покоренные – интересно планирование – я не оченьADA в Гейху. Не забывайте, первый конкурс Чайковского. Первое место в Англиде, это Америка. Второе место – китайцы. И третье место – властник на Советский Союз. Китайцы, которому во время культурной революции отрубили кистину. Ему не отрубили. Пальцы я с ним общался, он даже играл со мной. Ну, по крайней мере, тогда, когда была культурная революция, об этом говорили наши… Ему разбили кости на руках, и он потом смог как-то убежать в Гонконг от этого всего. Он играл потом. Но наши СМИ именно так говорили тогда. Поэтому то, что помню, то говорю, повторяю. Сама не придумывала. Рада, что такого не случилось. Вот история нашего симфонического ортестра – это история, ну, я не знаю, культурного развития ОМСКО. Спасибо огромное, огромное вам, нашему ОМСКОМу симфоническому. Вам спасибо. Дорогие друзья, я ищу, кто-нибудь готов поделиться своими впечатлениями? А если, наоборот, сделать вас, хотела ее спросить, что вы ощущали, когда исполняете это все? Сейчас одну секундочку, вот у нас еще один из вас еще расскажет. А может быть, уже, да? Ваше ощущение, да. Ощущение артиста в момент исполнения очень противоречивое, потому что мы много думаем о технической стороне дела. Когда исполняем пережорок, думаю, так, сейчас у меня здесь переворот, за переворотом нужно показать. Куда прешь, стой, подожди, рано еще. Так, там смена размеров, здесь пока слитавра вот так, а здесь арфа у меня запаздывал, нужно правильно показать. Ну вот, такие вещи, но, конечно же, не только, не только проекты. Если вот эта техника не нанизывается на образ, на чувство весы, на чувство пульс, то, конечно, чем-то получится. То есть, вот этот пульс и образ – это вот этот канат или вот та ниточка, по которой все ведет. Каждое произведение – это определенный человек, да, если мы говорим о какой-то образ живой. У него своя группа крови, своя температура. И самое сложное – это, конечно, то, что делает дирижер в этом случае. Я прекрасно представляю меня в ноябре, я дирижер был в заряде концертов, в котором… Я не помню, сколько было композиторов, но это было все разное. Был гитарный фестиваль, и они играли от барокко до современного. И в какой-то момент ты начинаешь просто плыть уже. Потому что ты не успеваешь перестраиваться, когда у тебя там 15 композиторов, вот у меня там приблизительно было около 15, там концерта уже 3 часа. И ты вот так ставишь, ну вот, и ты им же не понимаешь, вот это что думаешь, что думаешь, блин, и как это до конца тоже. А там надо еще что-то показывать, там есть какая динамика, надо совпадать со солистами. Это больше то, что сегодня маэстро сделал, это вообще… Обязательно нужно предвосхищать. У него не было месяца работы, подготовки там. Никакого месяца, вот это надо было… Мы лепили это все за какие-то часы. Ну да, хороший склад. У нас, в принципе, два часа. Два часа репетиции, вчера и сегодня. Наши идеи – это музыка, которая очень сложная. Правда, там прям… Ну, во-первых, уже опыт именно… Понимаете, тут все очень важно. Ты знаешь, этого композитора, ты знаешь, его произведение – это очень важно. Потому что когда вот этот композитор бактует… А что он написал? А как это вообще должно звучать? Потому что это же просто вот черные точечки на белом фото. Вот этот композитор дает тебе на бумаге черные точки и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! Продолжение следует...